Это трэш. Зачем я такое снимаю? Они меня вообще не поймут. Я те серьезно говорю. Всем привет! Поговорим! Сегодня я решила на своем канале сделать небольшой эксперимент. Я купила три вещи в магазине Second Hand. Мягко, мягко говоря, не в очень опрятном виде. Я выбирала вещи с дефектами, целенаправленно и с некой своей системой, о которой расскажу далее. Но для начала я вам напомню, что осенью я сняла подобное видео об обуви из Second Hand. Там я рассказывала, как избавиться от запаха, там я рассказывала все о дезинфекции обуви и как я ее приводила в порядок. Кому интересно, посмотрите. Видео будет в подсказках. И я даже сняла пример того, как три пары обуви я привела в чувство, можно так сказать, и многим, многим видео понравилось. Но были и такие, которые написали под видео Second Hand обувь приводим в порядок комментарии по типу «Эта обувь снята с покойников», мы это не комментируем, вы же сами понимаете. Но были и такие, которые написали «Ты что, новую обувь не можешь себе позволить купить?» Я такая в шоке. Ну как можно было такое написать? К чему я веду? Сегодня я покажу вам три вещи, которые я купила в магазине Second Hand, приведу их вместе с вами в порядок и составлю три образа, которые я буду носить. Попрошу вас не писать комментарии такого рода, потому что я это не для вас снимаю. И, конечно же, я могу себе позволить купить новую одежду. Ну а теперь мы начинаем. Думаю, все любят компанию Inditex. Да? Думаю, да. Особенности Zara. Магазин Zara. Я не скажу, что я такой прям огромный-огромный фанат, но некоторые вещи мне действительно очень нравятся. Я купила кофту на замке с капюшоном и даже похожую видела на их сайте в новой коллекции. Но ее дефектом была полоска грязи на капюшоне. Что-то очень заметное. И согласитесь, покупая вещь в таком виде, ты не знаешь, сможешь ли ты ее отстирать, но мы с вами попробуем. Следующая – это куртка-косуха. В мягком и приятном материале выполнена она. Но ее дефектом стали катышки и местами грязь, то есть она требует чистки. И последняя покупка – это куртка от бренда Ralph Lauren. И это даже для меня был своего рода эксперимент. Я не знала, или она отстирается, и эти пятна, которые вы видите на экране, выведутся. Куртка очень легкая, хотя в ней представлены натуральные материалы. Она мне безумно понравилась, и я прямо вот, когда ее увидела, представила себя в ней. И как же я была рада, когда за 2-3 стирки, это очень важно, 2-3 стирки, все пятна исчезли. И вот мой результат. Куртка станет одной из моих любимец. Осталась микроскопическая дырочка, и на счастье, рукав млеет длинноват. Поэтому небольшой подкат и образ. Ну как? Ну как, 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 ну как куртка zara нуждалась после стирки в удалении катышек и кое-где нужно было подрезать ниточки но в целом все идеально а вот как я планирую ее сочетать с кофтой с капюшоном было труднее всего нет я сейчас не опять нет о том чем ее носить я не стала выдумывать велосипед она очень удобная и такой же образ у меня и получился жду ваших мнений в комментариях что вам понравилось благодарю вас всех за просмотр и и до скорого